Кэшбэк по-русски или почему жизнь в России больше не сахар? На этот вопрос на этой неделе попытались ответить петербургские силовики, открывшие охоту на оккультуренных мигрантов. Рейд продолжался всего два дня, а улов уже впечатляет. Это Вести без Киселева, совместный проект каналов Ермак Медиа и реальная журналистика. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля и мы начинаем. Итак, Петербург, тихая культурная столица России, на этой неделе превратилась в кошмар для мигрантов. Для ста из четырех сотен задержанных рейд закончился турпоездкой в военкомат, а для одного даже тюрьмой за подделку документов. И это в одной только Софийской овощебазе. А сколько таких баз по городу? А сколько по стране? Хотя, если честно, вот эта вот лазеечка про двойное гражданство и защиту родины на родине неплохо так работала здесь, в России. Мигранты спокойно приезжали в страну и чувствовали здесь себя как дома. Но разговоры о второй волне мобилизации заставили сделать свое черное дело и начались рейды. Хотя, с одной стороны, ну вроде же все по справедливости. Если Россия тебе мать, то либо получи долговую расписку, либо отдай долг родине и расписка найдет тебя сама. А с другой стороны, гости-то, как оказалось, к такому гостеприимству были не готовы. Опачки! А почему? Ну потому что они сюда как бы жить приехали, а никак не воевать. И вот тут нас ждет два варианта развития событий. Либо мигранты исчезнут, как вид рабочей силы, либо пойдут с Россией до конца. Тогда, возможно, второй волны мобилизации и не будет. Но опять-таки есть опасность повторения белгородского сценария, где двое таджиков открыли огонь по мобилизованным. Поэтому, ну знаете ли, шутки шутками, а над вопросом относительно долга родине еще надо подумать. А между тем, в России в очередной раз решили побороться с цветами Украины. На этот раз цветофобия была замечена в Белгороде. Там во время ремонта в переходе родина вместо синей-белой плитки положили синю-желтую. Местные телеграм-каналы на несправедливость отреагировали незамедлительно, разместив на своих страницах фото и гневные комментарии. Позже новость разлетелась и по всей России, после чего строители приступили к демонтажу пола. А я, друзья, смотрю на эту новость и думаю, господи, люди, вы правда считаете, что в нашей стране, кроме как укладки бехотона достойных цветов, проблем-то больше и нет? Ведь в каждом варианте цветовой укладки можно найти свое негодование. А всем-то мил не будешь. Синий-желтый пол – украинский флаг. Синий-белый – протестный флаг против известных событий. Просто синий, а он, между прочим, в Белгороде голубой. Пропаганда ЛГБТ. Так, может, пора уже России стать черно-белой? Ну, чтобы и вопросов поменьше было, и повода для фантазий тоже не оставалось. Хотя, какие поводы? Ведь это только в Европе все поголовные извращенцы. В России-то такого нет. По крайней мере, именно на этом во вторник настаивал глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Выступая на форуме по безопасности, он неожиданно заявил. Здоровому в духовном и физическом отношении человеку на самом деле неприятно, а порой даже страшно приезжать в Европу. Такое количество разного рода извращений там расплодилось. Ну, вот ведь незадача. Жена самого Нарышкина очень любит Париж. Правда, не очень любит там фотографироваться. Поэтому на всех фотках, которые есть в сети, она всегда с недовольным выражением лица и часто в не очень приглядных позах. Хотя, если исходить из слов главаря разведки, ну, там про духовное и физическое здоровье русских в Европе, все как бы встает на свои места. Да, потому что здоровые в Гейропу у нас не поедут. А едут туда в основном кто? А правильно, депутаты, чиновники и иные госслужащие. Хотя нет, пожалуй, среди нас еще есть те, у которых и к ЛГБТ, и к дурости высказывания Нарышкина сформировался стойкий иммунитет. Но лично я вообще не понимаю, что этот человек, а он на секундочку директор службы внешней разведки, делает на своем месте. А нет, почему не понимаю? Прекрасно понимаю, он позорится. Но кому до этого есть дело, когда собрали преданных, а спрашивать надо как с умных. Кстати, сюда же в одну упряжку смело можно поставить и курскую чиновницу Наталью Мальцеву. На днях в общении с жителями города Курчатова, где они пожаловались на плохие дороги и мусор, который не убирают, Мальцева ответила, внимание, цитата, «сами срач развели, а потом тут жалуйтесь, за всеми свиньями не наубираешься». Конец цитаты. Когда жители населенного пункта отметили дерзость чиновницы, она поспешила оправдаться, типа ее неправильно поняли и оскорбить кого-либо она вовсе не хотела. Ну что ж в нашей стране за госслужащие-то такие? У них то с речевым аппаратом беда, то с построением слов в предложение проблема. Неужели в стране больше не осталось ясно мыслящих и лаконично излагающих россиян? Таких, чтоб если и сказал, то краснеть после этого никому не пришлось. А между тем чиновников, которые хорошо вели себя в этом году, в следующем ждет выбор президента России. Да нет, шучу. Ждет российский автопром и российский телефон. Помните, в конце июля Минтранс запретил госслужащим пользоваться вражескими устройствами Apple. Тогда у большинства чиновников созрел вопрос, а чем пользоваться можно? Так вот, на этой неделе ответ был найден. Это Airphone, который собирается работать на базе российской операционной системы Роса Мобайл. Стоить такое чудо техники будет примерно 40 тысяч рублей. За эту сумму разработчики вложили в гаджет 8 гигабайт оперативной памяти и флешку объемом 128 гигабайт. По-моему, друзья, это прям то, что доктор прописал. Поэтому предлагаю брать по две штуки в одни руки. Вот только непонятно одно, куда делась Ая и зачем ее заменили Airphone. Да еще наверняка потратив на его разработку миллионы долларов. Да даже если и рублей, все равно денег уже не вернуть. А будет ли иметь успех то, что проваливалось в России уже не раз, это большой-большой вопрос. Особенно учитывая абсолютно неконкурентную стоимость гаджета. При таких характеристиках вероятный и больший успех будут иметь корейские собратья, причем по ценам вдвое ниже российской разработки. Но о чем я? И где пытаюсь найти здравый смысл, если в нашей стране даже минпросвещение и то не в себе? На этой неделе товарищ Кравцов сообщил общественности, что собирается вести 250 новых профессий для колледжа, одна из которых – оператор-беспилотника. Утвердили перечень профессий, рабочих, должностей и служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение как в учреждениях СПО, так и в различных центрах. В том числе оператор беспилотных авиационных систем с максимальной излетной массой 30 килограмм и менее. Да, друзья, необъяснимо, но факт. Это раньше основными профессиями были врач, учитель, продавец или милиционер, а теперь в почете полицейский, военный и оператор беспилотников. Такое ощущение, что спецоперировать мы собрались всю свою оставшуюся жизнь. Хотя справедливости ради отмечу, что беспилотники могут быть одинаково востребованы и в сельском хозяйстве. Я уже как-то рассказывала и про искусственный интеллект автономных дронов и про его способность находить, распознавать и собирать только спелые яблоки. Но то было замечено в Европе и к России не имело никакого отношения. Хотя все специалисты будут и будут они востребованы, то, скорее всего, и мы перейдем на яблоки. Чего лично я таких операторов и ожидаю. Ну и последнее на сегодня. Жители Костромы, которые записали обращение к Лукашенко с просьбой вернуть в город троллейбусы, неожиданно получили ответ. Уважаемый Александр Григорьевич, благодаря вам и вашей деятельности на посту президента в Республике Беларусь были сохранены и развиваются промышленность, машиностроение и инфраструктура троллейбусного движения в городах. К вам лично за помощью обращается город Кострома. 1 июля 2023 года в нашем городе чиновниками-коррупционерами было закрыто троллейбусное движение, чтобы навязать людям коммерческие, коптящие автобусы-маршрутки, что уже привело к катастрофическим последствиям, привело к социальному бедствию в городе Костроме, привело к отравлению жителей Костромы выхлопными газами и копотью. Мы, жители города Костромы, просим вас оказать помощь в восстановлении движения троллейбусов в Костроме в кратчайшие сроки. В целях поддержки и укрепления союзного государства просим передать из Минска несколько десятков троллейбусов в Кострому. В том числе можно передать троллейбусы, которые уже эксплуатировались в Минске. С уважением, жители Костромы, рассчитываем на вашу помощь. Но только вот ответ пришел не оттуда, откуда ждали. Лукашенко не помог, но попросил разобраться в вопросе местных коллег. Те, в свою очередь, в лице вице-губернатора Макова предложили обратиться к Байдену. И это все, что нам надо знать о наших чиновниках. Впрочем, согласитесь, ничего нового-то и не произошло. Обо всем об этом мы знали и раньше. Знали, но молчали. Поэтому ситуация не меняется, а жизнь продолжается. Ну а на этом у меня все, друзья. Но я напоминаю, что это был второй выпуск новостей. Первый же мы уже загрузили на нашем канале Ермак Медиа. Переходите по ссылке в описании, и тогда мы точно не потеряемся. Ну и увидимся ровно через неделю на том же месте и в тот же час. Всех люблю. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!